Привет, друзья! Привет вам, привет вам из города Дехуа, из города Дехуа, столица Китайского, на самом деле это не единственная столица, но каждая столица, естественно, считает себя единственной Здесь я с очень такой краткосрочной поездочкой, по случаю того, что я впервые в Китае взял с собой замечательную, стабильную микрокамеру, я сегодня, может быть, немножечко так позаписываю всякий лайф То, как именно происходят у меня будни в Китае Сейчас у нас 9 утра, немножко поздно встал, обычно стараюсь раньше это делать По той причине, что первый день, вчера было два перелета, еще несколько часов на машине, добирался довольно далеко И сейчас у нас в прогулочках утра, я решил пройтись, мне нужно дойти до нового шоурума моих знакомых, которые занимаются фарфором Нужно показать им образцы Одна компания московская заказала мне разготовить чашки определенные Это просто не даже не отчаянные чашки, а кофейные чашки И я подумал, что почему бы нет, сегодня покажу их на фабрике, которая, собственно, может это сделать Но изначально я им уже раз отправил фото, поэтому попробуем Вот такая вот контрастная картинка Сзади огородик, за ним более-менее современная гостиница Тут же, слушай, травка какая-то, капустка Так вот выглядит деревня Дефуа Ну, город по-хорошему, но, да, я сегодня никак не определюсь, город это ли деревня Сейчас на самое начало весны по китайским меркам, хотя уже март закончился Точнее, закончится он завтра с 31 марка И, пожалуй, больше, чему обычно удивляются китайцы, когда видят меня в это время года в майке и в шортах Они больше удивляются не тому, что тут какой-то лавай ходит Не в самой лавайской деревне, а тому, что я в шортах И я помню, есть такой телеграмный чатик тоже одного парня, который живет в Китае Да, лавай комикс И там, значит, вот просто не полная лома, типа, тебе не холодно? И там парень, который вот тоже вышел в шортах, типа, солнышко, весна, все такое И каждый второй китайец вас спрашивает, тебе не холодно, тебе не холодно, тебе не холодно? На следующий день он все проклил, короче, говорит, все, одел штаны Просто дурацкие опросы не задавали Я пока ни с кем не общаюсь на эту тему, но пока только ловлю удивленные взгляды Типичный Китай, чуть соскучится по Китаю, на самом деле, я не был тут, получается, 3 месяца Что для меня очень долго, после зимнего перерыва, пожалуй, выйду я на набережную, там покрасивее будет Какие-то местные граффити, да Кстати, впервые за долгое время увидел граффити Но я, конечно, очень нерепрезентативный исследователь Китая Последнее время люблю это слово, репрезентативный Почему? Потому что я практически не бываю в больших городах Мне там, в общем-то, нечего делать Все, что я наблюдаю в Китае, оно такое очень близкое к народу, скажем так И близко к каким-то таким деревенским, скорее, историям То есть либо это деревня, либо это маленький город какой-то Поэтому какие-то вещи, которые многим, кто живет или работает в Китае, видеть приходится редко И мне приходится видеть очень часто И наоборот, соответственно Вот такой Китай с другой стороны немного Есть такая опротивившая уже почти всем присказка Которая говорит, вот это вот все Относительно Китая она очень применима Потому что вот это вот все Ну, то есть когда идешь, значит, речка, набережная, каменная, мостовая обязательно Сейчас уже они почти везде такие сделаны Напротив кто-то там что-то танцует Хотя это обычно по вечерам, но и по утрам тоже Часто выгоняют сотрудников каких-нибудь корпораций на утреннюю зарядку Такой тимбилдинг Еще просто там танцует кто-нибудь с утречка Уличные продавцы, которые что-то там развозят, продают Аймер и видеонаблюдение на каждом углу Ну это такое более новое явление, но тем не менее Вот это вот все Тетушки, которые что-то там обсуждают Сушащиеся везде белье Микромагазинчики Все вот это вот те, кто в Китае живет Ну или часто бывает Это уже стало такой частью Частью антуража И ты на это даже внимания не обращаешь на самом деле Ну вот просто да, ну Китай, я в Китае, да А так если немножко абстрагироваться И перенестись куда-нибудь в другую страну У меня просто так получилось, что я в этом году прям очень мощно выступил Мы съездили, значит, в Индонезию, на Бали Потом в Австралии были 40 дней Потом на Филиппинах Потом я съездил в Россию На север еще, в Россию съездил туда, в Карелию Потом поехали в Параглай Потом еще на несколько дней в Москву и сюда То есть такая телепортация в лучших традициях, говорится Так я еще не ездил, по-моему, чтобы в такой короткий срок И поэтому на таком контрасте снова возвращаешься в Китай Снова смотришь на вот это вот все И понимаешь, насколько же он все-таки самобытный Вот насколько он не похож ни на что другое И даже на остальную Азию в целом он тоже частично, конечно, похож Но все равно он какой-то вот другой Свой колорит, скажем так Этот колорит ему очень сильно привыкаешь со временем И скучаешь по нему, когда долго время не видишь О, кстати, вот это какая-то Ола-кофе Привет, кофе! Это кофейня Кстати, там стоит сифон Вот так вот это все выглядит Тоже сейчас много таких современных молодежных заведений открывается По всему Китаю тоже они следят за какими-то тенденциями новыми Что-то пытаются у себя воплотить переменным успехом А это вот центральная площадь города Самая жизнь тут начинается вечером Ребята вон там соревнуются в бой на мячах Классное время года вообще, когда еще не так жарко И у меня глубока вот этого Вообще супер! Ну и, конечно, статуя Гуани Бодхисаттва Гуанини Это главное место города По той причине, что Резистория, кстати, выполнена из белого фарфора Потому что фарфоровая Гуанини Это, в общем-то, символ вообще Дефа Со статуей из белого фарфора И началась вся популярность И весь какой-то мощный рост фарфорового герамического производства Я многократно об этом всем рассказывал Надеюсь, чуть позже еще, может, будет видео из музея Которое я в прошлом году снимал Вообще у меня так забавно с этим видео Мы снимаем так много, что сколько бы мы не собирались Все равно какие-то видео выходят заметно позже Какие-то я даже вообще не забываю А потом нахожусь через пару лет и такой О, а мы это не собрали Сейчас у нас команда расширилась Так что будет больше всего Продолжаем путешествие по ДФА Сейчас мы уже с нашим водителем едем на завод Где готова наша партия фарфора Это такой обычный белый фарфор Я хотел сейчас посмотреть, как они все упаковали, проверить Потому что будем отправлять сегодня И хотел посмотреть Сегодня еще был на двух фабриках Но я там ничего не снимал Потому что как-то, не знаю, это был первый раз И не всегда удобно Достаешь там камеру Начинаешь что-то фоткать или видео снимать Я не люблю досаждать этим Туда, когда это не очень уместно Особенно когда ознакомишься с каким-то новым производством Поэтому сегодня так у нас рабочий день Думаю, сегодня закончится здесь же в ДФА Потому что я вообще не планирую сюда ехать Просто по просьбе одной кофейной компании Поехал поискать чашки для кофе Вязать нашу фабрику, которая делает кучу всего для Японии, для Европы Я раньше такими даже не работал По той причине, что нам не нужно было Мы занимались традиционным китайским всяким фарфором большей частью Но зато получил интересный контакт Так что теперь могу Для любых ресторанов что угодно сделать Если что, обращайтесь, реклама Они там огромный ассортимент и очень классные цены Единственное, что каталога нет Потому что они такие большие, что они делают только на заказ И у них там в этом потерялся в комнатах, шоурумах Очень много посуды Обычной посуды европейского плана и японского Вот, а сейчас едем на наш заводик Вообще, конечно, это моя такая традиционная довольно мантра Вообще, очень многие мои рассказы про Китай, они цикличны По этой причине, что удивляешься снова и снова Так вот, сейчас, да, пробежался еще по нескольким шоурумам с посудой Но просто поражаешься, сколько всего нового появилось Этот был в ноябре, сейчас у нас, собственно, конец марта И прошло даже полгода, когда там половина магазинов вообще сменилась Половина шоурумов старых, где уже был поменялся ассортимент Ну вот, что-то там дополнилось Поэтому очень часто даже такие базовые какие-то позиции Ну, то есть не какой-то уникальный продукт А даже самый обычный продукт Очень часто бывает так, что тоже появляются какие-то новые вещи Которых раньше вообще не было И какие-то позиции, которые там буквально два-три года назад были популярны Наборы там посуды или еще что-то Сейчас просто не найти Это такая интересная очень тенденция И причем это все только больше становится Потому что больше заводов То есть экономика Китая по-прежнему растет Вот, и все больше и больше всего делают Самого разного Там качество растет в целом продукция То есть, наверное, какие-то там самые простые изделия Которые там пять-десять лет назад Может было везде встретить Сейчас их даже просто нету Ну и кстати цены в целом немножко подрастают То есть какие-то совсем-совсем дешевые штуки Конечно, по-прежнему есть Но не сказал бы, что их большое разнообразие Больше они как-то нацелены на более такое качественное изделие Уже среднего, высшего сегмента Потому что в целом идет рост в целом в Китае Спроса на качественную продукцию И это в том числе, конечно, затрагивает и чай, и чайную посуду тоже Ну вот наша партия упакована Тот же самый завод, на котором мы были осенью В общем-то, вот они тогда изготавливали заказ Потребовалось достаточно много времени Потому что там надо было кое-что контролировать Кое-что переделать Здесь примерно 80-90 коробок Они сейчас там еще доупаковывают остатки Готова продукция Вот А это, кстати, вот гайланька наша получается Вот она уже готова И вот так она будет у нас в коробочке такой идти Вот этот раз просто попросил их Попросил их все очень хорошо упаковать Сказал, что лично приеду проверю Потому что в прошлый раз была небольшая у них проблемка с упаковкой Ну, побилось какое-то количество товара Но в этот раз, я думаю, все будет хорошо Требуется лишний раз посмотреть Все, наконец-то нормальная гостиница А то вчера мы, понимаете, едва приехали Заехали в какую-то 5-звездочную Вообще в ужас Что такое вообще? А тут вот все, как мы любим Трешовые, драные обои Короче, вот эти замечательные просто занавески Смотрите, какой вид из окна у нас там До этого мы сейчас уже в деревнях На границе между уездом Юньсянь и Юньсянь Юньсянь Между уездом Юньсянь и Аньси Мы сейчас тут изучаем всяческие, скажем так Закололки провинции Фудзянь Я очень люблю, на самом деле, эту провинцию Так получилось Особенно Юнь-юг Где-то с прошлого года полюбил До этого тоже любил, но сейчас с прошлого года особо полюбил И смотрим, какие здесь есть чаи Кстати, делают чай фо-шоу По технологии как тигуанинь, но вкус немного другой Еще тоже шрусяне обрабатывают как тигуанинь Еще несколько разных сортов Также делают красный чай, но хорошего ничего мы сегодня не нашли Но еще немножко несезонно Мне только через 2 недели начнут делать уже полноценные весенние урожаи наулунов Но мы попробовали зимние, осенние Прогулялись по нескольким фермерам А сейчас мы, наверное, будем двигать уже в сторону Туда, Джанчжоу Может по дороге еще заедем в Айси Немножко зацепим Чем-нибудь и видим хорошее Но на самом деле мы тут С целью найти какие-то редкие чаи, которые до этого не возили Будем начинать И сегодня у нас начало самого движения Потому что мы до этого были один день ГПА Сегодня утром и вчера вечером А сейчас наконец-то поедем за чаи Сейчас идет звук без петли И я вам скажу почему Потому что петля у меня провалась в параглайе Потом я ее сам подлечил там изолентой Но это тоже не хватило И сейчас мы нашли в маленькой деревушке Мастер электронщика Причем такого крутого Когда все разочинит Другую электронику Все паяет Сейчас он нам запаяет петлю И звук снова будет в порядке Вообще за что я люблю китай То, что в каждой дыре В каждой маленькой деревушке Обязательно есть почти все Потому что народу много И надо расстояния довольно большие Поэтому часто можно найти все что угодно В том числе и мастеров починки электроники В маленькой деревне населением там меньше тысячи человек Благодаря нашему другу Который починил нам петлю Сделал новый Причем профессионально Он спаял нам все Вообще все как надо У нас теперь нормальный звук И мы сможем продолжать наше путешествие дальше Мы сейчас в горах в Худзяне Сейчас катаемся по всяким мало изученным регионам Скажем так Уъездом мало звучащим в прессе Да Тоже много разных чайных районов есть В основном менее раскрученных Где делают самый разный чай На самом деле сейчас Объехали в деревню Где делают паскагорный чай Наподобие тайваньского Пробуют делать по крайней мере Но на самом деле сейчас еще не сезон Сейчас еще довольно таки рано И поэтому здесь мы застали только Всего лишь 2-3 человека Кто начал делать первый чай И делают они не улун Делают они красный чай Потому что собрали малые почки Вот очень большими количествами Только что застали вот эфемера Один мешок свежего листа Вот и все И такой будет тоже ограниченный продукт Посмотрим Может быть с ним Возьмем в него контакты Попозже тоже Приобретем что-то Самый-самый первый Красный чай Продолжаем путешествие по Фунзиане Сейчас пересекли границу Сан-Си За этим мазим несколько мест Во-первых, сейчас большей частью Мы такое разведочное путешествие у нас Потому что улун будет немного позже собираться Поэтому мы сейчас собираем некоторые новые контакты В деревнях, где я раньше не был Смотрим, что можно найти интересного Потом поедем еще дальше Туда уже на границу с Блондуном Тоже вы говорили заранее Что поедем узнать насчет Высокогорного красного чая Так что у нас тут большие планы Ездим по деревням сейчас Как обычно Погода резко поменялась на достаточно холодную Когда мы в САМ и прилетели Было где-то 25 Довольно жарко А тут высота уже по тысяче метров Поэтому прохладненько Немного Ну что, наше сегодня путешествие очень долгое было Мы проехали через три уезда В провинции Фунзиань юга И сейчас движемся мы в сторону границы с Блондуном Еще завтра тоже у нас тут И позлезавтра, я думаю, еще несколько дней Тоже будет довольно большое путешествие Сейчас мы доехали до одной фермы Где делают уже свежий красный чай Чему мы очень рады Потому что сейчас только-только Самое начало вообще красного Он еще Не пошел в большинство мест Сейчас вообще чай еще не делают Ну вот утром мы видели тоже Один товарищ делает Чуть-чуть совсем Тоже красного Но мы не стали дожидаться Потому что там количество было несерьезное А здесь немножко побольше фермера И у них так есть Нужное нам количество Вот Очень понравился Такой обычный, в принципе Красный чай Сяо Джун Это Сяо Джун с юга Фунзиань Раньше, кстати, именно такой прям я не возил Мы возили из Наньцзяня В прошлом году купили Очень хороший Красный Тоже многим понравился И это вот похоже его качество Кстати, Сяо Джун улун Тоже еще был Подобной категории Это чай бюджетный При этом вкусный При этом свежий Только что сделан Прям только что Можно сказать из сушильного шкафа достали По идее ему еще полежать Он еще вкуснее будет А второй чаек, который мы здесь нашли Это пропеченный Прошлогодний чай То есть это так называемый Хэй улун или темный улон Некоторые не очень добросовестные продавцы называют его еще лаву Ну вот, на самом деле он, конечно, не лаву Он молодой Прошлогодний чай, который не продался Который, скажем так, уже в свежем виде Не очень вкусный Вот здесь у меня он лежит Такой тусклый, бледный Его запекают То есть као делают Попекание или хунбэй Но здесь называют это као Хунбэй называют его и шай И получается хэй улун Он такой простенький Но при этом очень бюджетный Я думаю, что тоже будет у нас в ассортименте А вот, собственно, так выглядит красный чай Мне тоже понравился Обычный красный С юга в Фудзянь У нас первые чаи в эту поездку Потому что мы до этого везде, где проезжали Чая либо уже нету, либо еще нету Ну, уже в смысле то, что сделали там первые две партии И они тут же влетели, естественно Потому что сейчас самое-самое начало Сейчас мин сянча, так он называемый Предцинминный чай Сегодня у нас 1 апреля И это не шутка Мы действительно пьем первые поиски чая Это очень здорово Надеюсь, что наше путешествие продолжится настолько же удачно, как оно началось И будем продолжать искать дальше Вот в таких вот сушильных шкафах происходит финальная стадия сушки красного чая Ну, естественно, много раз ее уже видели Но по втореннему отечения Здесь сейчас сушится Сяо Джун Стоит невероятный просто аромат Сяо Джуна Поэтому приятно находиться, приятно находиться Как я всегда говорю, это одна из главных причин Зачем ты ее из Китая Чтобы вот вдыхать этот самый аромат Там внутри крутятся вот так вот цикличные подставки На них подносы бамбуковые и на них чай Вообще-то ничего необычного Могу даже показать Хотя нет, не буду у них там завязаны Не буду развязывать Чтобы не отвлекать от процесса Указана нужная температура, нужное время То есть все это делают автоматически Но тем не менее, все технолог следит за тем, чтобы процесс был одинообразный И, соответственно, чем больше таких шкафов, тем больше получается, естественно, объем И тем более стандартные могут сделать сырье подготовить Потому что если только один шкаф Только получается меньше объем, меньше одинакового сырья И поэтому для того, чтобы сделать единообразным большую партию Нужен, конечно, тоже шкафов достаточно А соседнее такое вот помещение Это место, где происходит ферментация В общем, тот же самый шкаф Здесь он сделан побольше Там в нем в таких вот мешках Если я покажу отдельно, как эти мешки выглядят Выглядят они вот так Вот так выглядят мешки В них уже сферментированный чай А сейчас они ожидают, когда опустошится шкаф И туда будут закладывать новую партию сырья Все-таки посмотреть шкаф Вот так он выглядит внутри В принципе, ничего необычного Бамбуковые ободки, железная сетка И на них чай Вообще, в оригинале Сама сетка тоже должна быть бамбуковая Но, говорят, что очень сильно изнашивается И, кроме того, вентиляция не такая хорошая Поэтому в данном случае Из-за того, что фракция мелкая у чая Это не улун, где там крупный лист Это все-таки красный чай И поэтому здесь нужно использовать металлическую сетку Но ободок по-прежнему бамбуковый Вот такой скоростью он крутится Все эти настройки регулируются В самых разных местах Мы видели разные виды производства Когда там добавляют еще специальные Там увлажнение ставят Там что только не делают Такие разные изобретатели Но самый обычный страшный шкаф выглядит так Как это бывает очень часто В процессе разговоров и выбора чая Обнаруживают, что у них еще много всего Как-то у них есть тут дзинь дзинь мэй Который активно все доэкспортируется в Уэшань Мы, в отличие от некоторых деятелей Китайских и не только Говорим, откуда чай приехал В десятих тайн Чай действительно приехал у нас Я надеюсь, что нам понравится Тогда он поверит, что приехал из Анси Анси тоже делают дзинь дзинь мэй Делают его, как мы видим Внешне очень неплохо выглядит То есть такая почка к почечке Два вида Один такой немножечко серебристый Серебристо-зеленый Второй красненький Такой даже не красненький Скорее желтый Золотистые почки Ну то есть в общем-то их много разных видов Мы какие только дзинь мэй не пробовали Оценим эти два, посмотрим И один у нас это не улун Один у нас это красный чай Сделанный из улуна То есть из сорта Хуанда Один Сяо Джун, который мы пили первый Вот он Вот это Сяо Джун и сорта Сяо Джун Собственно А это вот получается улун хун чай То, что в последнее время очень популярно в Китае Когда делают красный чай из сорта улун Вот сейчас мы все три тоже продегустируем Этот подготовил три гайвани Вот будем сейчас пробовать Ждем пока нагреется вода Визуально вот этот вот дзинь дзинь мэй мне очень понравился Мне сразу предупредили, что он очень недешевый То есть то, что он отсюда Это не значит, что он будет в разы дешевле, чем это будет в Уэйшань Конечно, такое тоже бывает, когда какие-то чаи здесь заказывают Уэйшаньские торговцы и даже производители, когда у них хватает объема Но в данном случае, так как это самый первый чай То есть это мин цянча, то есть чай, собранный до циньмина Сегодня 1 апреля, я напомню И это не шутка И поэтому такой чай, он очень большой спрос Конечно, гораздо больше спрос на зеленый в это время Потому что, ну и в целом, китайцы больше любят зеленый чай Но в данном случае такой чай, хороший дзинь дзинь мэй Он тоже всегда будет в цене Объем очень небольшой Если там в Сяо Джуну тут огромные мешки по сотням дзинь То вот этого буквально 20 дзинь, 50 дзинь, 30 Такие количества, то есть чая немного Сейчас тоже еще не так много сырья И поэтому он очень ценен, особенно в это время Слил я первый пролив Сейчас заливаем самый главный пролив Второй, по которому будет понятно, что за чай По аромату первый очень такой нежный и тонкий А второй достаточно такой грубоватый Что даже удивительно для день дзинь мэя А третий пока еще я не успел вдохнуть аромат Я думаю, сейчас сразу я аромат вместе со вкусом попробую Там параллельно за кадром у нас происходит прием свежего сырья Уже достаточно много Он говорит, вот привез мэйджань Ух ты, такой нежный Неплохо Такой цветочный, нежный И очень четкий вкус луна тоже в красном чае присутствует Второй достаточно такой Не сказал бы даже, что грубее Мне кажется, что более плотный Вот, и такой он более сяо-джунистый что ли Такая в нем нота терпчинка в нем присутствует Вот, сейчас попробуем сяо-джун Сяо-джун более сладкий, чем тот самый первый сяо-джун, который мы пробовали В общем, показались мне чаи неплохими Сейчас уже пьем третий пролив Распробуем их получше Конечно, вот, принцеменный чай, он очень нежен Без всяких сомнений Так было всегда Я думаю, так всегда будет До тех пор, пока еще жарче не станет на нашей планете Потому что чай начинает собирать все раньше и раньше Выберем какой-то Еще есть в нем Немножечко такой цитрусовой нотки Что, в принципе, свойственно для многих почечных красных Ну, потому что, в принципе, кислинка в красном Понятно, по каким причинам присутствует Оксидация, она же окисление Которое неправильно иногда называют ферментацией По сути, ферментативный процесс Состоит из нескольких процессов, в том числе и из окислений И вот этот самый процесс для красного чая Он наиболее типичен На мой вкус даже вот этот вот улун Очень слаще, чем динь-динь-мэй Вот у них засудочная работа уже все пошла Особенно, когда красный чай делают И вообще, когда сезон сбора у них Завод как включился в работу, так и мастер практически не спит Друг друга сменяют технологи То есть, постоянно работа идет А вот комната для WDL Здесь делают первую самую стадию После того, как чай собрали, положили на настилы И здесь происходит вентиляция Там стоит большой вентилятор, который прогоняет воздух Сквозь свежесобранный чай Тоже эта стадия касается практически всех Без заключения сортов чая Наверное, за заключением белого И у белого тоже, если вы едят Только немножко по-другому Как правило, это делается традиционно в подносах И более длительное время Здесь же это ускоренный процесс Это сейчас у нас тут делается красный чай И сорта Мэйджань То есть, это Мэйджань Хун Ча Как видите, только почка Почка, кстати, такая, достаточно такая уже Жирненькая, плотненькая И этот чай будет готов, наверное, уже послезавтра А вот завтра будет готов вот этот чай Здесь сейчас происходит тот же самый Чай обрабатывается Это уже ферментация идет Такой тепленький он Почка к почке Очень красивый Сегодня я пробовал, кстати, тоже его Мы его не взяли Потому что не очень удачная партия получилась Вот, выбрали другой Конкретно этот мы посмотрим Если успеем завтра сюда доехать, снова вернуться То, может быть, возьмем этот Мэйджань Хозяин производства Говорит, что это один из самых лучших Вообще красных именно в это время Потому что очень хорошая почка И погода была хорошая в этом году Поэтому ожидается нечто очень классное Но, кстати, и объем тоже, видно, уже не такой маленький Хотя для них, они говорят, что это сейчас чая очень мало Сейчас чая очень мало Ну, посмотрим, что получится Основная работа сотрудников завода во время V-Dial Это как можно быстрее разложить все ровным слоем То есть здесь тоже довольно-таки широкие самые подносы На самом деле они очень разные Обычно здесь же на месте и собирают Все очень просто Сетка Иногда бывает, что идет бамбуковая сетка Более традиционная Раньше это было из бамбука Сейчас это металл Причем под ней еще такая более крупная Значит, это мешая сетка Здесь такая мелкая Собственно, чтобы пыль отсеять Кстати, потом пыль эту выбрасывают, как правило Либо идут на какое-то такое мелкое производство Он уже пакетирован Ну и, короче, ее сливают Обычно сами они ее не используют Им она не нужна Сейчас вот два сотрудника завода Они раскладывают чай Во-первых, кстати, левый товарищ Который в таком пуховичке Это из-за Вишань То есть они просили сюда специально Технолога Который их учит делать Дзюнь-Дзюнь-Мэй правильно Потому что считается Самое крутое гунфо Именно у тех, кто работает в Тумугуань Тех, кто работает в Вишань Потому что, собственно, оттуда Дзюнь-Дзюнь-Мэй пошел Вот, сейчас же технологи ездят уже по всему Китаю Их работа ценится очень высоко Но здесь объем позволяет директору завода Содержать такого технолога Он очень этим гордится Первое, что он мне сказал Смотри, у меня технолог из Вишань Он все смотрит внимательно И он сейчас следит за процессом Как идет в идеал После этого небольшое сминание Потом ферментация Потом сушка Это так очень упрощенно Бывают некоторые нюансы Но так или иначе Любой красный чай делается именно так Вечер у нас уже заканчивается На границе с Джанчжоу Тоже заехали к друзьям Пьем сейчас тут тягуани Как это ни странно Обсуждаем одно дело Важное Не попросила одна компания Московская сеть ресторанов Найти для них тот самый тягуани Который им нужен Поэтому сейчас собирают кучу пробников Ну и для нас, естественно, тоже, само собой Вот Поэтому будем смотреть Вот Вошли в правильный ритм То есть мы кушаем Вот Кушаем Вот так кушаем Еще вот так кушаем И пьем чай Кушаем Пьем чай Попили чай, поели Поели чай, попили Ну все как надо Если нам друг Заваривает чаек Дочка друга На нас смотрит Ну а мы радуемся жизни Сейчас Попьем чай И пойдем попробуем поспать И я пау на месте Держи Как пау на месте Или я не буду В течение Все вот так